В Америке сегодня все новости начинаются с сообщения о смерти в Риме актера Джеймса Гандальфини. Ему был всего 51 год. Мировую известность он получил за роль главаря мафии в культовом телесериале «Клан Сопрано». Именно с него, как принято считать, началась новая эра в истории современного телевидения. Сериалы начали ставить в один ряд с фильмами для большого экрана. О феномене «Сопранос» в репортаже Евгения Маслова. Джеймс Гандальфини легендой стал еще при жизни. Всемирную известность актеру принесла роль босса мафии в сериале «Клан Сопрано». За нее он был достоин трех призов Эмми и Золотого Глобуса. Мафиози в исполнении Гандальфини получился непохожим на тот типаж, к которому так привык зритель. Его персонаж вызывал противоречивые чувства. Был безжалостным, но в то же время подверженным паническим атакам. А интеллектуальный роман Тони Сопрано с психотерапевтом стал и вовсе отличительной чертой. Оригинального сериала. А из какой части Италии приехали ваши родители? Доктор Мелфи. Родственники отца из Кассерты. А мы из Авеллина. Джеймс Гандальфини скончался от сердечного приступа в Риме после того, как был доставлен в больницу. Актер в Италии находился в отпуске и собирался участвовать в кинофестивале на Сицилии. Джеймс Гандальфини был доставлен к нам в отделение уже в очень серьезном состоянии. Мы предприняли все необходимые меры, в том числе массаж сердца, но ничего уже не помогло. Гандальфини родился в 1961 году в штате Нью-Джерси, в семье выходцев из Италии. Поэтому в образ вошел довольно легко и в роли главы мафиозного клана смотрелся органично. До того, как стать актером. Он побывал водителем грузовика, вышибал и управляющим ночным клубом, что также пригодилось на съемочной площадке. У Нью-Йоркской квартиры актера со вчерашнего вечера своего рода мемориал. Люди приносят сюда цветы, свечи и мини-постеры к знаменитому телесериалу, изменившему представление американцев о том, каким должно быть телевизионное кино. Клан Сопрано был в американском мировом прокате с 1999 по 2007 год. Он неоднократно отмечался премиями и наградами, а качество телесериалов поднял на голливудский уровень. Смотритель элитного дома на Манхэттене, где жил актер, с Гандальфини, был знаком хорошо. Фрэнки вспоминает, что Джеймс в реальной жизни на Тони Сопрано не очень был похож, разве что обаянием. Тони был хорошим другом, хорошим человеком. Он был очень прост людьми, соль земли, так сказать. Как к нему соседи относились? Все любили его. Я не знаю никого, кто бы его не любил. Знаменитый актер, как говорят знавшие его люди, старался избегать публичности и редко давал интервью. Он снялся более чем в 50 фильмах, в числе которых «Одинокие сердца», «8 миллиметров», «12 разгневных мужчин», «Вся королевская рать». Среди последних работ актера роль директора ЦРУ в фильме «Цель номер один» в убийстве Усамы Бон Ладена. Джеймс Гандальфини был яркой личностью и талантливым актером. Он ушел из жизни слишком рано, но уже и в 50 лет оставил в истории американского и мирового кинематографа свой след. Евгений Маслов, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.